Иосиф К 44 главе приходит им время возвращаться домой. И Иосиф продолжает их испытывать. На сей раз он не только наполняет мешки хлебом, возвращает деньги, но делает больше. Он кладет свою личную чашу, дорогую, ценную серебряную чашу, в мешок Вениамина. И, третий стих, утром, когда расцвело, эти люди были отпущены. Они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города. Как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей. И когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашу? Иногда с нами происходят вещи, которые кажутся нам ужасными. Вещи, которые кажутся нам доказательствами того, будто Бог не любит нас. Нам кажется, что на нас проклятие. Нам кажется, что нам не везет. Нам кажется, что ничего хорошего никогда в жизни нашей не будет. Пожалуй, так считал и Вениамин. Когда он понял, что украденная, якобы украденная чаша у него в мешке, он, наверное, решил, что на нем проклятие. Не было на нем проклятия. Он был любим, но этого он не знал. Он не знал, что означала эта чаша. Он не знал, что это кажущееся невезение на самом деле лишь указывает на особую милость. Пришли люди от Иосифа и говорят, почему вы отплатили злом за добро? Почему вы взяли чашу Иосифа? Потому что он использует эту чашу для гадания. Вы поступили неправильно. Они спрашивают, задают этот вопрос. Братья говорят, мы не брали чашу. Мы не могли это сделать. Если кто-то это сделал, то тот достоин смерти. Пусть тот умрет. Если вы найдете чашу в мешке кого-то из нас, то тот должен умереть. И они находят чашу в мешке Вениамина. Задумайте, задумайтесь, пожалуйста. Теперь им пришла мысль о том, что, может быть, придется возвращаться без Вениамина. И объясняться с отцом. Вот теперь они чувствуют, что проклятие на всех них. Мы читаем. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. 14 стих. И пришли Иуды и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Опять уже четвертый раз исполняется этот сон. Четвертый раз они падают на землю перед Иосифом. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, что нам сказать? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы Господину нашему. Ведь Иуда, ну, скажем так, к этому моменту Иуда начинает задумываться, может быть, Вениамин действительно украл чашу? Они-то ведь не знают, они не могут быть уверены, что он не крал. Вениамин единственный, кто точно знает о своей невиновности. 16 стих чрезвычайно важен, потому что Иуда говорит фактически следующее. Бог показал, насколько мы грешны. То есть, что Иуда говорит, что вот Вениамин грешник, потому что он вор? Или Иуда говорит другое. Да, может быть, Вениамин и не своровал, но в любом случае все мы великие грешники. Может быть, Иуда пришел на память грех против Иосифа. Может быть, Иуда как бы говорит, нет, неважно, крал Вениамин или не крал, потому что грехов за нами достаточно, даже тех, в которых нас не поймали. В начале 19 века был в Англии, в церкви Святой Троицы, в Кембридже, служитель, пастор, звали его Чарльз Симеон или Симеон. Фамилия его совпадала с именем второго сына Якова, Чарльз Симеон. В то время в Англиканской церкви было великое отступление. Мало кто из служителей серьезно относился к Библии. Симеон к Библии относился очень серьезно и действительно проповедовал Евангелие. Церковь Святой Троицы находилась в Кембридже, в одном из двух известных университетских городов Англии. Оксфорд и Кембридж. Многие пасторы хотели бы оказаться служителем в церкви в Кембридже. Многие, но им это было не дано. Это делал Чарльз Симеон. Его Евангелие, Евангелие, которое он проповедовал, было истинным Евангелием, которое нигде больше в Англиканской церкви не проповедовалось. Его ненавидели, на него нападали. О нем распускали самые дикие слухи и невероятные обвинения. Чарльз Симеон отвечал на это так. Все эти обвинения, которые говорят обо мне враги, конечно же, ложны. Однако есть в моей жизни много того, о чем мои враги даже не знают. А потому, пусть говорят. Пусть говорят. Так вот, не знаю, решил ли Иуда, что Вениамин действительно украл чашу. Я знаю, однако, что Иуда понял греховность его самого и его братьев. Грехов за ними достаточно. Поэтому он и говорит, Бог показал неправоту нашу. Бог показал, кто мы такие. И теперь, вот мы рабы твои. Мы ничего не можем сделать теперь. Мы принадлежим тебе. В 17 стихе Иосиф говорит, нет, 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 нет. Не нужно мне. Не хочу я наказывать всех вас. Вы не рабы мои. Только тот, в руках которого нашлась чаша. Он должен оставаться здесь со мной. Все остальные могут идти к отцу. В 18 стих. И подошел Иуда к нему и сказал, Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши Господина моего, и не прогневайся на раба твоего. Потому что я знаю, что ты столь же высок, как и фараон. Я не имею права говорить с тобой. Господин мой спрашивал рабов твоих, говоря, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и еще один младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей. И отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, 22 стих. Отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец нам, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью в гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой, у которого связана душа его, вы поймите, ты пойми, пожалуйста, что он привязан к сыну, отец привязан к сыну, он умрет, если он видит, что нет отрока, отрока с нами умрет. И сведем мы рабы твоей отца нашего в могилу, потому что мы стали как бы залогом. Я, раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему. А теперь послушайте внимательно. Послушайте. Перед нами один из самых важных моментов в Библии. Поймите, что здесь происходит. Это настолько же важно, как и то, что происходит в 22 главе книги Бытие, когда Авраам готов принести Исаака в жертву Богу на горе Моря. Пожалуй, Бытие 22 и Бытие 44. Вот две самых важных вещи в книге Бытие. Очень легко прочитать эту историю 10 раз и не заметить того, что я вам сейчас покажу. Очень легко прочитать эту историю 100 раз и не заметить. Но надо заметить. Послушайте, что говорит Иуда. 33 стих. «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока, останусь рабом у Господина моего. Позволь мне остаться здесь вместо Вениамина. Позволь мне быть твоим рабом, а его отпусти домой с братьями». Потому что, если я пойду домой без Вениамина, отец мой умрет. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что Иуда искуплен. И вот почему. Что произошло за 13 лет до того? Иуда говорил, «Я пойду домой свободным, Иосиф останется в Египте, пойдет в Египет рабом, у отца моего разорвется сердце, а мне плевать». А мне плевать. А что он говорит теперь? «Он говорит, Вениамин пойдет домой свободным, и отец мой будет счастлив. Я буду рабом в Египте всю жизнь, но мне это не важно, мне плевать, потому что, да, я раб, но отец мой будет счастлив, а младший брат свободен». Смотрите, какое превращение с ним произошло. Иуда искуплен. Изменился характер, изменилось сердце Иуды. За 13 лет до этого он готов был отправить Иосифа в рабство и сам пойти свободным. Теперь он не хочет, чтобы Вениамин был рабом. Он сам хочет быть рабом, готов быть рабом, чтобы Вениамин был свободен. Игра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok